Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии. И сегодня мы читаем четвертую главу, где рассказывается о том, что строительство стены вокруг Иерусалима продолжалось, несмотря даже на угрозы врагов. И мы читаем. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи, неужели им это дозволят, неужели будут они приносить жертвы, неужели они когда-либо кончат, неужели они оживят камни из груд праха и при том пожженные, то есть пожженные камни. Этот человек мог быть вавилонянином, персом, он мог быть и иудеем, коллаборационистом, который взял себе вот это языческое имя. Языческие имена чаще давались во имя языческих богов. И вот он смеется, как можно восстановить этот город, который не просто разрушен до основания, а каждый камень был еще и обожжен. То есть все это и сгорело, и рухнуло, и треснулось. Не осталось камня на камне. И я вспоминаю времена, когда я был уже подростком, когда я с верующими друзьями проходил рядом с бассейном Москва, мы вспоминали, что здесь был храм Христа Спасителя. И мы пытались представить, какие были его размеры, какой его был объем, если бы мы с этого же места смотрели не на бассейн, а на храм. И трудно, конечно, было поверить, что храм будет восстановлен, но это чудо произошло. Далее читаем. Атовия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, а пойдет лисица и разрушит их каменную стену. То есть Атовия говорит, что это строительство столь ненадежно, что это все рухнет. И Наимия воздыхает перед Богом. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех их да не сгладится пред лицом твоим, потому что они огорчали строящих». А в чем преимущество строящих перед нестроящими? Эти люди строили за счет собственных средств, но строили не для себя. Они делали ограду вокруг храма, который они намеревались восстановить. Иерусалим – это образ церкви. Иерусалим – это образ церкви. И каждый должен иметь в сердце, что он может сделать для церкви, для храма, в который он ходит каждое воскресенье, куда ходят его дети на занятия воскресной школы. То есть мы всегда должны в сердце иметь в виду церковь, ее благо, то есть всех верующих, и иметь в сердце в своем храм, наш приход, который мы должны воспринимать как семью, которую необходимо поддерживать. 6 стих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. То есть их ругали, их позорили, но они продолжали работать. Очень важно, когда на те поношения, на те оскорбления, которые мы претерпеваем, мы отвечаем не подобным, а созидательным трудом. То есть пусть за нас свидетельствуют наши дела, и это будет более разумно. И у народа доставало усердие работать. 7 стих. Когда услышал Санавалат, Итовия, и Аравитяне, и Аманитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. То есть разрушить его еще один раз. «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Вот нам, православным христианам, для защиты церкви, тоже надо держать ночную и дневную стражу. Ночная и дневная стража – это ночная и дневная молитва. Иисус Христос не учил нас молиться, Отче мой, а учил нас молиться, Отче наш, чтобы в каждой молитве мы чувствовали бы соборную ответственность за других верующих, сопереживая им, как и сказано в Писании, страдает ли один член, страдает все тело. Но иудеи сказали, ослабела сила у насильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену. То есть, несмотря на то, что была и ночная, и дневная стража, ну, буквально речь идет об охранниках, а, скорее всего, здесь речь идет о том, что те, которые строили, они же должны были и сторожить. И от этого они стали уставать, особенно, когда надо было выносить строительный мусор. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их, и остановим дело. Наши враги думают, что они могут закрыть христианский вопрос во всем мире, чтобы не было никаких церквей. Но они рано в это уверовали. Были люди, которые пытались уничтожить церковь, ограничить ее власть, и Наполеон, и Ленин, и Сталин, и кого только не было. Но мы знаем, как Христос сказал, «Я создам церковь мою, врата да не одолеют ее». Когда приходили иудеи, жившие подли них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они нападут на нас, кто это приходили? Иудеи – паникеры, то есть свои же, но паникеры. А может быть, провокаторы – паникеры. Они говорили, что вы тут строите? Сейчас нападут, и нам достанется, и вам достанется. Всегда есть люди, которые сеют вокруг себя панику, потому что они по своей природе боязливы. Но в книге «Апокалипсис» сказано, что боязливых участь в озере Огненном. Тогда в низменных местах у города за стеною на местах сухих поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. То есть, чтобы было видно всем, что мы готовимся к отпору, если на нас нападут. 14 стих. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих, и за домы свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Вот здесь мы четко видим, что те, которые строили, они готовились и к обороне. А когда враги узнали, что их удар не станет неожиданным, чем-то уже евреи готовятся к отпору, их замысел этот разрушился. «С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держали копья, щиты и луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина». Начальствующие здесь, скорее всего, это вы начальники, которые должны были руководить воинами на случай нападения. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье». Ну, правильно сказать, опирались на копье. «Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач, который мог дать сигнал трубою, и сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу, работа великая и обширна, мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга, поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам, Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу и половина держала копья от восхода зари до появления звезд, потом они просто менялись местами. Мы видим, что забота о церкви иногда предполагает вооружение верующих, но наше оружие не мирское, наш меч обоюдоострый это слово Божие. Мы несем молитвенную стражу днем и ночью за церковь Божию, и мы имеем священное писание для усиления нашей веры, ибо источник веры один, вера от слышания, а слышание от Слов Божия. «Сверх всего, в то же время, я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, потому что если все разбредутся, а произойдет нападение, что-то да. и будут они ночью на страже, а днем на работе, и ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали себе одеяние своего, у каждого были под рукою меч и вода». Кстати, меч и вода это два символа Слова Божия. Меч оба и доостры это Писание, Ветхий Новый Завет, а вода это тоже символ Слова Божия, как было сказано апостолом, из чвесел ваших потекут воды. Итак, сегодня мы окончили изучение четвертой главы, если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать пятую главу этой книги. Я рекомендую читать эту книгу, когда какие-то реставрационные работы идут на вашем приходе, и прихожане принимают участие в этих работах, можно прямо в храме, когда вы отдыхаете, за столом читать эту книгу. Она будет вдохновлять вас. С Богом! Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok